В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Поговорить о наболевшем. Губернатор Николай Меркушкин встретился с жителями Октябрьского района. Две семьи в Самаре остались без крыши над головой. Пожар на улице лейтенанта Шмидт уничтожил два частных дома. Все за покупками. Самара готовится к масштабной сельскохозяйственной ярмарке. Скрытая угроза. 14 тонн фруктов подвергли обработке газом. Ягуар не роскошь. В самарском зоопарке пополнение. О строительстве новых дорог, школ и детских садов говорили жители Октябрьского района на встрече с Николаем Меркушкиным. В центре внимания оказались и темы благоустройства. Самарцы отметили, направление развития города правильное и требует продолжения. Одна из главных достопримечательностей города, самая красивая в России набережная. Жители Октябрьского района хотят, чтобы она была еще больше. Но в некоторых местах застройка подбирается вплотную к территории вдоль Волги. Что касается сегодняшней набережной, мы дальше ее будем продолжать. Мы сделаем еще более километра, почти полтора километра благоустроенной набережной. Строиться ничего на набережной не будет. Не будет. Это запрещено федеральным законом. Горожан волнует и вопрос доступности спортивных площадок. Есть ли дворы, где более, ну можно квоту определить, потому что я как предложение, там 2,5-3 тысячи населения есть, и ни одной спортивной площадки, почему не сделать какую-то удобную? За последние годы количество спортплощадок при школах выросло в разы. К концу этого года в Самаре будет уже около 320 площадок с современным покрытием. Октябрьский район активно развивается. Как следствие, необходимо строить и новые школы. В районе уже нашли две площадки, на которых можно построить образовательные учреждения. В Самаре впервые за многие десятилетия начали возводить школы, которые отвечают всем современным стандартам. В Самарской области решаются давние проблемы благоустройства, строительства дорог и доступного жилья. В прошлом году регион вышел на первое место в ПФО по темпам строительства жилых домов. Одним из любимых мест отдыха в Октябрьском районе стал сквер мира вдоль Московского шоссе, построенный в прошлом году. Это действительно, вы знаете, я думаю, что это сейчас не только гордость этого района, в котором очень любят гулять наши граждане, но гордость нашего города. Потому что все, кто заезжает по Московскому шоссе, это центральная трасса, они видят эту красоту. Спасибо вам за огромную работу в Самарской области, за преобразование нашей территории. Я думаю, с вашей помощью мы выйдем в лучший регион России. На Ура в Октябрьском районе приняли программу «Цветущий город». Мы, жители Октябрьского района, в этом году участвовали. И видно, как преображается наш город. Можно продлить эту программу еще подольше, чтобы она существовала? Конечно. Очень красивый город. Самара преображается, и регион возвращает лидирующие позиции, несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию. В условиях, когда особо необходима сплоченность всех жителей. Большую роль здесь сыграют и предстоящие в сентябре выборы. Покажем, что мы едины, мы монолитны, мы все понимаем. И когда нам стало тяжело, мы объединяемся. У них выхода не будет, кроме как сесть за стол переговоров. И с учетом наших интересов, интересов России, начать вести все международные дела. Вопросов о предложении от горожан было много. Все они не остались без внимания. Такие встречи пройдут во всех районах Самары и области. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Иск главы города о защите чести и достоинства к Михаилу Матвееву удовлетворен. Причиной для подачи заявления в суд стали публикации в блоге. В иске Олег Фурсов просил суд обязать Матвеева опубликовать текст подготовленного им опровержения. Кроме того, с Матвеева взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Придали волшебное ускорение во дворе домов на улице Ратнера. Местные жители вскоре наконец-то смогут насладиться плодами благоустройства. В середине лета здесь начался ремонт дорог, но по непонятным причинам подрядчики все бросили, не сделав и половины. Жители обратились в райсовет депутатов и дело сдвинулось с мертвой точки. Подробности выясняла Марина Матвейшина. Начали за здравие, кончили за упокой. С горечью смеются жители домов по улице Георгия Ратнера над ремонтом дороги в своем дворе. В середине лета сюда пришли рабочие и бойко начали снимать асфальт и выкорчевывать старые бордюры. Люди обрадовались, наконец-то во дворе не будет ям. Однако на этом все и закончилось. Вот они вырыли бордюры, ямы остались и по сути ничего не делали, они просто приходили вот так вот. Материал по сути своей не поставлялся быстро. Они приходились, сидели здесь весь день и что-то ждали. Жители обратились в районы совет депутатов. Это подстегнуло подрядчиков к работе. И за три недели во дворе укрепили новые бордюры, отсыпали парковку и сделали одну дорожку. И работы вновь остановились. Председатель советского совета депутатов Владимир Иванов призывает подрядчиков к ответу. Ну ничего не изменилось. Три недели я... Вот, да, вот эта тропинка стала укатана. Мы сейчас ждем второй каток, чтобы катать не одним катком для повышения качества асфальта. Потому что, как практика показала, одного катка нам не хватает. А сейчас у него появится каток, и когда на выходе... Сейчас мы выходим, все будет сильнее. Стараемся не взять. Владимир Иванов обещает держать руку на пульсе. Для него дело чести. Помочь жителям решить проблему. Благо, жители сейчас активные. Активизировались. Они вот звонят и говорят, тут не так, тут не так. Мы приезжаем, помогаем, подключаем администрацию, департамент. Двигается все. Все двигается. Встречи с жителями проходят регулярно. До тех пор, пока вопрос не будет решен полностью. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События. Пожар в Самаре на улице лейтенанта Шмидт уничтожил два частных дома. Огонь разгорелся в четверг вечером. Чтобы его потушить, сотрудникам МЧС потребовалось полтора часа. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Алина Чемерис, одной из первых, была на месте ЧП. Пожар начался примерно в половине пятого вечера. Горят два частных дома, сарай и баня. Пожарные работают в крайне сложных условиях. Воду приходится специально подводить. Здесь, безводный район. Сейчас здесь находятся 12 пожарных расчетов. 70 человек личного состава. Локализовать огонь удалось почти через час. Пока сотрудники МЧС тушили пламя, взорвался газовый баллон. По предварительной версии, сначала загорелся один частный дом, затем пламя перекинулось на другой. В результате без жилья остались две семьи. Жертв нет. Людей спасло то, что когда начался пожар, они были на работе. Дома находилась лишь дочь Владимира Шевченко, Оксана, беременная. Женщина, рассказывает ее отец, чудом успела выбежать, но все же получила ожоги. И то она вон-то обожглась. Успела выскочить. Полыхнула сразу, говорит, прямо оттуда. Ветром подтащила и все. И нахрен. И вот столько, говорит, успели вон за ворота выскочить. Сгорело все. Имущество, документы, деньги. Как все начиналось, видела соседка Людмила Мерешко. Она и вызвала пожарных. Вот с той стороны сразу заполыхало. Ну, строение, видимо, такое уже старое, деревянное. Мгновенно. Мы увидели, сразу позвонили к пожарникам. Сначала видела грохот, потом огромное пламя. Как люди остались без жилья. Я их, естественно, чем смогу, тем помогу. На улице лейтенанта Шмидта и на соседней профсоюзной сплошь частный сектор. Немного поодаль, стройка. Возводят многоэтажку. По словам жителей, дома здесь полыхают не впервые. Люди считают пожары не случайны. Я сама на парковой бочке. Вот мой третий дом. Вот. Я не застрахована от поджога такого же, как подожгли вот эти дома. Их подожгли. Это явно сто процентов. Тут стоял один дом. Сгорел. Сгорела пожилая женщина, старушка. Потом сгорел второй дом. Там сгорел мужчина. Теперь сгорел третий. Теперь третий дом сгорел. И четвертый. Все по одной линии. Понимаете? Это же не может быть случайностью. Владельцы сгоревших домов намерены заново строиться. Хотят остаться жить на своей земле. Причины возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Большой автобус потребовался, чтобы вывезти из Самарской области почти полсотни нелегалов. Перед депортацией 40 граждан Узбекистана и 7 роженцев Таджикистана, нарушившие миграционный учет, содержались в миграционном центре в Тольятти. Оттуда до железнодорожного вокзала в городе Уральс в Казахстане и сопровождали судебные приставы и инспектор ДПС. Всего за этот год из Самарской области судебные приставы выдворили уже около 500 иностранцев, нарушивших закон. Обычно депортация одного такого нарушителя на самолете обходится казне в 90 тысяч рублей. Чтобы снизить траты, на этот раз они будут добираться до родины на автобусах и поездах. А дорогу домой им оплатили представители национальных диаспор Самарской области. Нам было предложено начать выдворение, используя наземный транспорт автобусы. Этот путь, он менее затратный, позволит нам быстрее разгрузить спецучреждения и дать возможность нашим коллегам, сотрудникам полиции, более эффективно работать. Газовые атаки подвергся груз нектарина из Узбекистана. 14 тонн фруктов попали под карантин на Самарской таможне. Вместе с продуктом бизнесмены везли в Россию и вредителей. Какой урон сельскому хозяйству Самарской области удалось предотвратить, расскажет Сергей Кизуркин. Урожай этого года из Узбекистана задержала Самарская таможня. 14 тонн нектарина отличного качества. Правда, вместе с фруктами в Россию приехали и насекомые-вредители. Восточная плодожорка – гурман экологически чистых продуктов. Чтобы сохранить груз, собственник решил избавиться от биологических ракетиров. Сейчас будем чистить и дальше. Может, Самар остается, может, куда-то в Москву. Это они сами решают собственники. Плодожорка – бабочка карантинная, потому что размножается насекомое космическими темпами. За сезон может появиться четыре поколения бабочек. А это, по оценке экспертов, гибель всего урожая плодовых. Данный обект является очень серьезным вредителем плодовых растений. Он повреждает как и плоды, самих подобных сраждений, особенно косточковых, так и молодые побеги, что приводит к дальнейшей гибели всего плодового дерева. Что может повлиять в том числе на продовольственную безопасность. Спецотряд по уничтожению вредителей прибыл вовремя. Комбинезон, противогазы, шланги. Газовая атака длится около часа. Та концентрация газа, которая применяется при данном виде работ, она безопасна после проветривания продукции. Продукцию можно смело пользоваться, потреблять после обработки. Обычно достаточно водой, просто как это делается с любым другим продуктом. За последние восемь лет это первый случай попадания восточной плодожорки в Россию. И то популяцию остановили и уничтожили еще на границе. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Начинать делать запасы на зиму самарцы могут уже в предстоящую субботу. На площади Куйбышева открывается ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. В этом году площадь торговых мест увеличена в два раза. Их распределяли по новой системе. Как идет подготовка к открытию, увидела Лариса Шалафаст. Торговля на площади Куйбышева уже идет, но пока еще не в разгаре. Первыми свои места заняли местные производители. В этом году у них снова появилась возможность торговать с машин. Предприниматели из Красноармейского района шанс не упустили. И уже продают свежее мясо, фарш и пельмени собственного производства. Сейчас такая ситуация, что тяжело продвинуть свою продукцию. Потому что торговые сети у нас все заняты. И вот в принципе крестьяне надо как-то пробиваться. И вот у нас такая вот возможность. И мы ее не упустили, мы здесь. Мясо, рыба, овощи и фрукты. Самарцы уже потянулись к торговым рядам делать запасы. Здесь товар можно купить. Вот и мясо хорошее. Если деревенское мясо, оно берешь нормально. А то вот на рынке взяла, ходила. Мне что мясо не понравилось, оно начало готовить, оно пахнет. Ну и картошку, и лук, и морковку тоже так же. Все берем здесь на ярмарке. Основная часть торговых мест традиционно оформлена в едином стиле. В этом году их 270. Также предусмотрены бесплатные точки для пенсионеров. Распределение мест в этом году проходило по новой системе. Места сейчас распределяются по дате подачи заявлений. Раньше такого не было, что приводило к конфликтам. Мы надеемся, что самое главное это приведет к тому, что цены станут ниже, и жители станут покупать, будут покупать продукцию, прежде всего, качественную на этой ярмарке и по более низким ценам. Многие распродадут все за 2-3 недели, и появятся свободные палатки. Поэтому все, кто не попал в первый список, кто позднее подал заявку, он будет иметь право, так скажем, мы создали резерв определенный. И этим людям будем предлагать, чтобы места не стояли, и они отторговали. Ярмарка на площади Куйбышева будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 утра до 6 часов вечера. Кроме того, еще пять сельхозярмарок откроются в разных районах Самары. Точное место расположения можно узнать на официальном сайте администрации города. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Самарский двигатель и строительный завод «Кузнецов» берет курс на восстановление серийного производства двигателя НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160. Уже реконструированы цеха, где их собирают, а также испытательные стенды. Их сегодня осмотрел первый зампред Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Завод «Кузнецов» – это ведущее предприятие России по производству и ремонту двигателей для стратегической авиации и космических ракет семейства «Союз». Одной из основных целей – наряду с увеличением объемов заказов поднять производительность труда и увеличить зарплаты сотрудникам до отраслевых, передовых отраслевых стандартов. Я думаю, что эта задача абсолютно по силам. Об экономических событиях уходящей недели расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Сегодня цены на нефть растут на фоне сокращения избыточного предложения черного золота и ожиданий принятия со стороны ОПЕК мер по стабилизации нефтяного рынка. За один баррель марки «Брент» дают 46 долларов 34 цента. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля 33 копейки. Евро – 71 рубль, 71 копейка. Золото стоит 2807 рублей, серебро – 42 рубля 20 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар покупали за 62 рубля 62 копейки, дороже всего продавали за 66 рублей 99 копеек. По данным Минэкономразвития, российская экономика вдвое замедлила спад. А россияне все меньше хранят свои накопления в иностранной валюте. По информации Центра изучения общественного мнения, больше 60% населения откладывают заначку только в рублях. На этом все. Удачи в делах! Самара готовится масштабно отметить День физкультурника. В выходные на набережной пройдет большой спортивный праздник, в программе которого соревнования, показательные выступления, красочные шоу. А сегодня лучших физкультурников участвовали в Дворце спорта. Молодежный Олег Зверев тоже поздравил спортсменов с профессиональным праздником. Для проведения торжественного собрания, посвященного Дню физкультурника, выбран один из новых спортивных дворцов Самары. Молодежный открыли всего год назад, но он уже стал, пожалуй, самым популярным местом в железнодорожном районе. В былые годы страна выигрывала Олимпиады, и Куйбышев был кузницей чемпионов. Настало время все это возрождать. Мы должны не только к тому вернуться, а уже в новых условиях, в новых условиях, в новых залах, в новых центрах. Сделать школы, которые начинали бы работать с ребенком там с 5-6 лет, а может быть даже с 3-х лет, и готовить его потом, для того, чтобы он мог выиграть и конкурировать и на Олимпийских играх. И эта система должна быть очень хорошо продумана. Должны быть стимулы соответствующие. Из всех спортивных достижений Самарской области одним из главных остается сильный тренерский состав. Наставник из Чапаевска Владимир Спирин. Это его воспитанница Николь Радамакина завоевала золото Паралимпийских игр в Лондоне. Сегодня ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области». Он абсолютно уверен, что российская сборная поедет и на эти игры в Рио-де-Жанейро. А Чапаевск будут представлять уже две спортсменки. Николь улетела в Москву вчера. Я завтра тоже туда, значит, к ней улетаю на подготовку к играм. Потому что так нам сказали, что подготовку продолжаем, что должны, должны мы. Также и должна поехать на Паралимпийские игры Доронина Вероника. Если все сложится хорошо, то от нашего города будет два Паралимпийских. Всего же от Самарской области семь человек могут войти в состав национальной паралимпийской сборной. С поздравлениями к адресу спортсменов выступила и олимпийская чемпионка 1996 года Ольга Кузнецова. Уважаемый Николай Иванович, от лица всех олимпийцев и от лица всех спортсменов Самарской губернии я хочу поблагодарить вас за то внимание, которое вы уделяете спорту. И вот мы, спортсмены Самарской губернии, считаем вас нашим капитаном и хотим вот такую подарить олимпийскую футболку, именную. Олимпийской, по мнению спортсменов, должна быть и сама национальная идея России. Быстрее, выше, сильней. Олег Зверев, Константин Головин. События. Огненное шоу, паркур, граффити и хип-хоп. Сегодня в Самаре открылся фестиваль уличного искусства «Стрит-арт». В сквере на площади Куйбышева посетители ждут мастер-классы, лекции о самарском уличном искусстве, концерты классической музыки, школы хип-хопа. Сооружения для паркура будут украшены граффити и отразят городское пространство, спальный район, промзону, набережную и старый город. После того, как художники закончат работу, сооружения станут использоваться по назначению. Их будут осваивать спортсмены и музыканты. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс эскизов на роспись подпорной стены и причала Самарского речного вокзала в тематике Чемпионата мира по футболу. Фестиваль будет идти вплоть до воскресенья, тогда и состоится финал конкурса. Планируем боди-арт и световое шоу совместить как общее воеденное. И боди-арт будет дополнять непосредственно росписи вот этих вот тех объектов. А огненное вот это вот шоу как подсветка такое, что данные светодействия происходят и такие цвета так вот играют, оживляются на телах. Далее новости спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. И мы держим руку на Олимпийском пульсе. Металлург в игре Премьер Лиги. Лада выиграла хоккейный турнир памяти Марата Калимулина. Самарка проиграла четвертьфинал Олимпийского теннисного турнира. В четвертьфинале Олимпиады теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Мэдисон Киз со счетом 3-6-1-6. Самарская спортсменка последней из россиянок выбыла из турнира в одиночном разряде. Причина поражения – банальная усталость. Такое мнение высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Это характерно для молодых теннисистов, которые только начинают свой путь, подытожил специалист. На Бразильской Олимпиаде у Касаткиной три победы. Сначала она выиграла спортсменку из Туниса Онс Джабюр, потом сдалась китаянка Джен Сассай. В третьем круге победила итальянку Сару Эрани. В Самарском регионе тоже по-спортивному жарко, даже на ледовой Лада-арене. В Автограде завершился турнир памяти Марата Калимулина, игрока Ярославского локомотива, воспитанника Тольяттинской школы хоккея. Кубок Калимулина выиграли хозяева турнира. В финале Лада победила со счетом 2-1 «Нефтяник» из Альметьевска. Бронзовые медали у Южного Урала «Орск». Горцы, проигравшие все три матча на первом этапе, смогли одолеть самарский ЦСКА ВВС со счетом 5-4. С ледовой арены на футбольный газон комиссия РФПЛ разрешила проводить на Самарском металлурге матчи чемпионата страны Премьер-лиги. Эксперты осмотрели основное поле стадиона, на котором недавно был перестилен газон, а также ознакомились с третьим полем, где сейчас трое трибуны. Поэтому третий тур Премьер-лиги и молодежного первенства пройдут в Самаре, а не в Саранске и Мордовии, как это было несколько раз в прошлом сезоне. 13 августа в субботу вторая команда «Крыльев Советов» сыграет на металлурге в 13.00, основной состав в 7 вечера. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой, и болейте. Но только за сборную России на Бразильской Олимпиаде. В Самарском зоопарке пополнение впервые посетителям представили маленького ягуара по кличке Азар. Пополнение в семье ягуаров зоопарка случается каждый год. В 2014 родилась пятнистая девочка, в прошлом году – черный мальчик. На этот раз новорожденный – точная копия отца южноамериканского ягуара Кекса. Каков характер у котенка узнала Марина Кравцова. Первый раз вышел в свет. К такому вниманию к своей персоне не привык, смущается и не хочет слезать с рук сотрудника зоопарка. На зеленой лужайке верх над скромностью берет любопытство, и маленький ягуар идет осматривать новые горизонты. Весьма шустро. В свои полтора месяца котенок демонстрирует уверенную походку. Ну он, как и все малыши, как и все дети, очень любопытный, во-первых. Сейчас уже возрастом все больше и больше начинает воспринимать окружающий мир, играть очень. Имя малышу дали сложно сочиненное в честь Ассоциации зоопарков и аквариумов России, сокращенно АЗАР. С датой создания организации 30 июня совпал день рождения ягуара. Это уже третий котенок пар ягуаров из Самарского зоопарка – черный нуар и пятнистого кекса. Вместе они уже 4 года, и, как говорят в зоопарке, между ними – настоящее чувство. У малыша еще детская плюшевая шерсть. Внешностью и характером котенок пошел в отца. Спокойный, любопытный, но уже тренирует хищное рычание. С раннего детства сотрудники зоопарка стали заниматься с ягуаром, чтобы он привыкал к людям. Родился АЗАР совсем маленький, весил около 800 граммов, сейчас подрос до 4 килограммов. С материнского молока его уже перевели на витаминизированную смесь. Кормят каждые 3 часа, даже ночью. Через 2 недели начнут давать фарш. Зубы у хищника только прорезаются. А через пару лет ягуар может дорасти до веса 120 килограммов. Это третье по величине кошка после амурского тигра и льва. Насколько АЗАР задержится в Самаре, пока неизвестно. Но самостоятельную жизнь он начнет в одном из зоопарков страны или хорошем цирке. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. В предстоящие выходные в Самарской области ожидается аномально жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до 35 градусов. Чтобы обезопасить себя, не допускайте длительное нахождение под солнцем, надевайте главные уборы и пейте побольше жидкости. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!